МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мало кто из нас задается вопросом о суточной необходимости свежего воздуха для нормальной жизнедеятельности. Тем временем врачи утверждают, что организм человека нуждается в ежедневных 2000 литров воздуха. Поэтому работодатель или застройщик любого здания должен подумать о системе, которая насечала бы офисы свежим воздухом, необходимой температуры, влажности и чистоты. Здравствуйте! В эфире «Стройпроект» и я, Баужан Нуромов. Сегодня мы поговорим о системах вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях. Важность систем вентиляции и кондиционирования в помещениях, пожалуй, непереоценима. Достаточный приток свежего воздуха – залог здоровья и работоспособности сотрудников, а значит, и успешности компании, в которой работают люди. Необходимость присутствия этой системы – не просто желательное требование в любом здании страны, но и обязательное, предусмотренное строительными нормами и правилами Казахстана. Другими словами, система кондиционирования и вентиляции в современных офисах тоже должна быть устроена с применением новых технологий, учитывая, что в большинстве нынешних бизнес-центрах окна не всегда открываются для проветривания. И естественному притоку свежего воздуха взяться неоткуда. Поэтому сегодняшние системы должны решать эту проблему самостоятельно, обеспечивая и чистый воздух, и экономя электроэнергию, и воздух очищая, и уводя уже использованный воздухопоток. Из жизни сегодня существует существенный такой момент. Часто под сомнение ставится вообще необходимость вентиляции. Тут надо сразу сказать, что сегодня без вентиляции ни одно здание не может работать. Техническое состояние здания настолько продвинулось вперед по энергосбережению, что в этих сооружениях отсутствует какой-либо приток воздуха или удаления, поскольку основополагающим сейчас проблемой является сохранить энергию, которую затрачивают внутри здания потребители этого тепла или люди или предприятия, которые находятся в этом здании. Отсюда исходим из того, что надо обязательно обеспечить кондиционирование с его положительными чертами. Общие требования к системам воздухообмена включают в себя подачу в помещение кислорода для полноценной активности людей, удаление опасных токсических примесей, содержащихся в отработанном воздухе, отвод влаги, которая образуется в конструкционных элементах здания, фильтрация воздуха. Современные системы вентиляции разрабатываются с учетом всех этих требований, плюс все больше с каждым годом становятся энергоэффективными. Новшества на данный момент – это инвертованные системы. Они энергосберегающие, малошумные, экономят электроэнергию, также устанавливается очистка воздуха, самооборудование кондиционера, то есть это ионизаторы, антибактериальные, антирогенные фильтры. Системы кондиционирования у нас преобладают, конечно, сплит-системы, которые состоят из блоков внутреннего и наружного. Это бытовые системы. Также применяем в последнее время и мульти-системы. Это когда наружный блок один, а внутренних несколько штук. Конечно, такие системы необходимы и пользуются спросом, особенно в свете ввода новых зданий и оживления на рынке коммерческой недвижимости. Но не обязательно выкладывать за такую систему большие деньги. На сегодняшний день в Казахстане существует несколько предприятий, которые не уступают по качеству зарубежным, а стоят вполне конкурентно своей продукции в сфере вентиляции и кондиционирования. Алматинский вентиляторный завод на сегодняшний день можно констатировать как один из успешных проектов, уже реализованных проектов, сотрудничества государства с частным бизнесом, можно так сказать. Потому что в свое время государство нам помогло приобрести дорогостоящие оборудования, которые за мной стоят. Они помогли нам приобрести эти оборудования. Мы прекрасно их освоили. И сейчас наши ребята там и работают, и мы их ежедневно применяем в производстве нашего оборудования. Разные оборудования. От маломощного, среднего и больших промышленных оборудований. В зависимости, какое оборудование изготовить, это занимает от трех дней до одного месяца. В среднем человеку, работающему в большом офисе, необходимо 30-40 кубометров воздуха. Соответственно, чем больше людей, особенно если вы работаете в модных нынче офисах с открытым пространством, тем большей кратности должен быть воздухообмен зданий. От этого зависит и ваше здоровье, и ваш рабочий КПД. Именно поэтому важно правильно рассчитать мощность необходимой системы вентиляции еще на стадии проектирования здания. Проектирование любой подобной системы учитывает в себе многие факторы. Регион расположения здания, направление ветра, назначение помещений, количество источников тепла, количество человек, которые будут работать в офисах и даже остекление окон. При этом после проектировки крайне важно провести квалифицированный монтаж оборудования. На Алматинском вентиляторном заводе, например, где подобные системы производят настолько внимательно к этому процессу, что обучают компании, выполняющие монтаж их оборудования. Оборудование, которое мы выпускаем, это все инженерное. Инженерный подход при монтаже, при разработке, при проектировании должны учитываться все нюансы. Например, мы производим хорошее качественное оборудование, а чтобы его грамотно смонтировать, тоже нужны профессиональные навыки. Поэтому мы к себе приглашаем монтажные организации, обучаем их правильному монтажу, чтобы они знали, какие датчики, какие там измерители, какие там преобразователи, как должны монтироваться, какое расстояние должно соблюдаться. То есть все эти нюансы должен знать профессиональный монтажник. Профессиональный проектировщик знает, что любому зданию нужен свой подход и своя система воздухообмена. Их может существовать не так много, но технологии идут вперед к энергоэффективности и снижению затрат. И система вентиляции не исключение. Все-таки используют дорогую электрическую энергию для работы. С учетом того, что помещения сейчас именно энергоэффективны, используется новшество в виде. Одно из них – это рекуперация тепла, выходящего из помещения отработанных. То есть тепло, которое было использовано в помещении с помощью установок, вторично обогревает, выходя из помещения на установках кондиционеров, отдает часть тепла входящему воздуху и этим самым экономит затраты как финансовые, так и энергетические. Есть рециркуляция системы. Это уходящий воздух. Вторичный используется в системе воздухообмена помещений. То есть часть воздуха удаляется, а часть идет на подмес для сохранения, опять же, энергетических затрат учреждений или строительных помещений. Владельцы бизнес-центров и коммерческой недвижимости признают, что при проектировании и строительстве зданий большое внимание уделяли именно вопросу воздухообмена. Современные арендаторы интересуются наличием свежего воздуха в зданиях и степени его увлажненности. А значит, наличие качественной и современной системы вентиляции – конкурентное преимущество. Мы заложили на этот бизнес-центр хорошую дорогостоящую оборудование. Она считается приточной вытяжной машиной. У нас количество по нашим бизнес-центрам 5 штук. Основной цель приточной машины – осуществлять микроклимат каждому сотруднику нашему. Дышать – наиважнейшая необходимость для жизнедеятельности человека. Особенно важно насыщать клетки мозга свежим, чистым воздухом, беспримесей или неприятного запаха. Особенно если вы, работая в офисе, не слишком часто выходите на улицу. Кстати, о жизневажной необходимости систем кондиционирования и вентиляции человечество догадывалось еще тысячи лет назад. Первые попытки охлаждения воздуха предпринимались еще в Персии. В наше время примитивные тысячи лет назад технологии, конечно, претерпели колоссальные изменения. Сегодня с учетом трендов зеленого строительства, которые мейнстрим в Казахстане, особенно в преддверии международной выставки «Экспо-2017», системы кондиционирования и вентиляции научились быть бесшумными, мощными, но экономными, производящими чистый фильтрованный воздух, практически не потребляя большое количество электроэнергии. С вами был Баужан Нарумов и «Стройпроект». До встречи в эфире.